Каждый врач в рамках своей специальности, если он будет понимать, что с его человеком происходит ночью, и как какие-то патологические процессы ночью вызывают те или иные жалобы, с которыми человек пришел, то врач будет лучше и эффективнее лечить человека. Допустим, ночная гипертония, ночные нарушения ритма, кардиолог. Учащенное ночное мочеиспускание, уролог. Головные боли, плохой сон, невролог. Одышка, удушье, приступы, какие-то затруднения дыхания, пульмонолог. Прогрессирующее ожирение, которое может быть связано с нарушением сна, эндокринолог. Врач должен понимать, что, допустим, бессонница, это может быть серьезной проблемой, которую нужно лечить, и, по крайней мере, задав несколько вопросов на обычном приеме, он может уже понять, что с этим человеком сделать. То ли посоветовать какие-то общие рекомендации по улучшению гигиены сна, то ли все-таки направить к специалисту. Например, если человек жалуется на то, что у него поверхностный, беспокойный, неосвежающий сон, на то, что он храпит, и на то, что окружающие говорят, что часто у него прерывается дыхание во сне, а это четкое подозрение на синдром обструктивного апноэ сна, который влечет за собой гипертонию, нарушение ритма сердца, учащенное мочеиспускание, тяжелую сонливость, нарушение потенции, прогрессирование атеросклероза и так далее, он должен понять, что этому человеку нужно сказать, дорогой друг, у тебя подозрение на апноэ сна, тебе нужно к специалисту-сомнологу. То есть, в общем-то, на первичном звене врач какие-то базовые знания должен иметь с точки зрения того, чтобы все-таки заподозрить ситуацию и человеку объяснить, что ему нужно сходить к специалисту. Увы, просто должна созреть ситуация. У нас кто принимает решение? Ну, люди, которые возглавляют медицину или даже над медициной, но они тоже должны иметь какой-то объем знаний и понимание того, что это важно и нужно. А если их в свое время не научили, что сомнология нужна и важна, они не принимают этого внимания. Увы, к сожалению, я уже много раз об этом говорил, что у нас в университетах не преподают, до сих пор практически не преподают сомнологию. Человек входит в медицинский университет, выходит оттуда с нулевыми знаниями. Дальше, если он не получает постдипломную подготовку, а в этих курсах постдипломной подготовки тоже, к сожалению, сомнологии очень мало, то он и не знает об этом. А если ты не знаешь, то ты не спросишь. А пациент тоже, к сожалению, часто не жалуется на то же апноэ сна, да, или на какие-то нарушения сна, потому что его с детства или в юности, или даже в взрослом состоянии никто никогда не спрашивал, а как он спит. Ну, я имею в виду, врачи у пациента не спрашивали. Пациент жалоб не предъявляет, врач не спрашивает, все. Значит, такого заболевания или болезней сна нет. Хотя, как я сказал, масса симптомов и болезней, которые обусловлены нарушениями сна, они есть. Но уролог будет лечить учащенное мочеиспускание, думая, что это проблемы с предстательной железой, да. Невролог будет лечить головные боли ночные, думая, что это какая-нибудь там деменция или сосудистая мозговая недостаточность, эндокринолог будет лечить прогрессирующее ожирение, да, думая, что это какое-то нарушение обмена веществ, кардиолог будет лечить нарушение ритма сердца и гипертонию, думая, что это, ну, какие-то кардиологические заболевания, а на самом деле это все может быть обусловлено расстройствами сна. В России это циклы усовершенствования, это дополнительный цикл усовершенствования врачей, да, дополнительная специализация, это не специальность, как там кардиолог, пульмонолог и так далее, это дополнительная специализация. Они есть разные варианты, но то, что я делаю в рамках кафедры, там, допустим, того же общества сомнологов, да, это циклы 18 часов, это такой ликбез, фактически мы устраняем пробелы университетского образования, и 72-часовой цикл, это уже мы готовим людей, которые, в принципе, собираются так или иначе заниматься сомнологией, помимо своей специальности. Но понятно, что за 72 часа мы не сделаем человека прям сомнологом. Это некий толчок, и мы показываем путь. Есть статистика, которая говорит о том, что 15% пациентов, обращающихся по любым терапевтическим поводам к врачам, имеют те или иные клинически значимые расстройства дыхания во сне. Те же 15% пациентов имеют хроническую бессонницу, которая сильно ухудшает качество жизни. То есть видите, какой огромный пласт. Поэтому врачу обязательно надо знать об этом. Это такой очень широкий вопрос. А что обычному человеку нужно сделать, чтобы не заболеть днем? Хорошо себя вести, здоровый образ жизни, диета, питание, спорт и так далее. Вообще три таких кита. Это у нас физическая нагрузка, это питание и это сон. Три единые вещи должны быть. То есть мы должны вести хороший образ жизни, и тогда мы будем хорошо спать. На самом деле, если я сам внутренне не буду уверен, что я, извините, несу людям что-то полезное, и что я им реально помогаю, то я никого ни в чем не смогу убедить. И помочь, наверное, не очень смогу. А более того, я хочу сказать, что при расстройствах сна типа бессонницы, вообще важна чрезвычайная уверенность врача, то, как он рассказывает человеку, что ему нужно делать. Потому что мы выступаем здесь как тренер, а человек сам все должен делать. Поэтому уж извините, без уверенности в себе ничего не получится. Несколько лайфхаков, практических советов, да? Потому что когда мы говорим о чем-то таком длинном, большом программе, ну мало кто слушает. Если вы, что-то вам помешало заснуть, ну вы понервничали и так далее, вы легли в постель, и в течение 15 минут не заснули, не пытайтесь дальше пытаться заснуть. Встаньте, уйдите в другую комнату и не ложитесь, пока совсем не захочется спать. Человек говорит, а как же, я же лучше буду пытаться. Нет. Как только вы постоянно пытаетесь, вы формируете условный рефлекс боязни не заснуть и постель-бессонница. Время, которое уйдет на засыпание, оно одно и то же будет. Если вы просто были вне постели или пытались заснуть. Но так вы просто не доспите, а так вы сформируете условный рефлекс боязни не заснуть и постель-бессонница. Это путь к хронизации ситуации. Второе, не меняйте следующий день. Даже если вы как-то не очень хорошо поспали, не отсыпайтесь с утра и не отменяйте себе какие-то мероприятия на следующий день. Потому что жалость к себе и то, что я потом досплю, потом еще дальше ухудшает качество сна. Ну а следующее, это режим сна, это регулярная аэробная физическая нагрузка, это ограничение или устранение кофеина, как стимулятора нервной системы, это информационный детокс, ну то есть стараться как можно меньше всяких негативных новостей, так сказать, употреблять, если так можно выразиться. И вечером устройте себе небольшой релакс перед отходом ко сну, хотя бы за час до сна перестаньте заниматься активной умственной деятельностью. И вы хорошо заснете. И хорошо поспите. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok